МОТО ЗИМА Сейчас я подойду к одному интересному персонажу Как следует его расспрошу Он немножко занят, придется отвлечь Я бы хотела узнать о мотоцикле, который тут представлен Концерн Калашников совместно с Ижмаш, так сказать, сделали такие образцы для полиции Это электромотоцикл Характеристики его, значит, запас хода порядка 150 километров 15 киловатт Это в перерасчете около 21 лошадиной силы Ну, так как Москва позиционирует себя как продвинутый город И хотят, чтобы на чемпионат мира к 2018 году И были, как бы, мотоциклы экологически чистые Задача их не то, что понятно, что это электромотоцикл Задачи у него будут совсем другие Патрулирование экологически чистых районов Москвы Просто перемещение из точки А в точку Б А какая скорость у него максимальная? 100 километров в час А вот патрулировать сколько по времени получится, пока он не заглохнет? Я просто по, как говорится, знаю, сколько я езжу сам на мотоцикле 150 километров – это достаточно по Москве большое расстояние В плане, если ты где-то по своему району, тем более по парковой зоне Я думаю, что его вполне будет хватать на два дня практически службы Потому что, ну, люди же в основном доезжают и стоят, работают А девушек не катают? Если у девушки будет вся необходимая экипировка, в том числе шлем с собой И он будет не одноместный, как этот, то вполне можно К сожалению, я на двухместном службу никогда не нес У нас все мотоциклы одноместные, поэтому, соответственно, девушек не катают Ну вот, ну ладно А посидеть можно на нем? Можно и порулить даже можно Есть даже задняя скорость, представляете? Здорово! Она нужна, да? Ее сделали практически самой последней Именно для того, там есть рычажок такой, включается Он здесь был придуман самым последним С ним даже немножко юморная такая ситуация связана Люди привыкли, что мотоцикл должен работать и гудеть, ну, как бы гудеть, да? Звук должен издавать какой-то Поэтому там, прямо на заводе, это рассказывали сами производители Вот каждый сотрудник, как бы, должен подойти и потрогать за ручку газа То есть просто подходит, а, да, электромотоцикл, прикольно Раз, и он сразу улетел Ну, уехал, образно говоря Поэтому сделали тумблер, драйв и назад А скажите, а девушкам удобно вообще было бы ездить на каблуках? В смысле, ездить девушкам за рулем? Ну, вот патрулировать, например, форму сделали бы на каблуках, ну, красивая девушка Пожалуйста, у нас, правда, нету девушек, несущих службу на мотоцикле А так, в ДПС есть девушки, если у нее есть категория А или что-то, пожалуйста, без проблем Хорошо, моя мечта? Пожалуйста, приходите, отдел кадров, оформляйтесь А сейчас я попробую сесть на этот милый полицейский мотоцикл Не знаю, как это у меня получится, красиво или нет Ну, как я смотрюсь, хорошо? Он, кстати, удобный Я бы сказала, он очень женский Ну что, мы пойдем к одному мотоциклу, который очень сильно шумел А, вы можете рассказать, да, про то, что вы представляете? Мы представляем выкладные системы Вансен Кайнс Они у нас в наличии Помимо этого у нас есть подвеска Йоленс И разный тюнинг для мотоциклов А вот красивый мотоцикл, девушка красивая сидит Это как называется мотоцикл? Мотоцикл Харли Древитсон В нем переделана вся подвеска, передняя часть Ну и немного тюнинга Абсолютно не здорово Мотоцикл можно ездить Правда? Это не кастом, который должен стоять где-то Ну, звучит он красиво Мы будем еще заводить чуть побольше Не мотоцикл, а сказка Такой широкий Зеркало не очень удобное А, нет, удобное Ну, я чувствую себя таким брутальным мужичком Ну, вот, теперь я готова пойти дальше Обследовать эту выставку Ну, кто же, кто же мне что-нибудь расскажет интересное? Где же вы, где же? Ну, эти мотоциклы я знаю Это BMW, да, да, я знаю Какие прикольные машинки Здравствуйте, ну, вы нам расскажете что-нибудь про машины? Да, можем многое рассказать Это квадроциклы русского, отечественного производства Компании «Слэз» Какие колеса красивые, рифленые такие прям Да, колеса здесь рифленые Вот, это тюнингованный аппарат Твой гараж компания Это наш конкурент, твой гараж Мы компания «Моторчик» Да, твой гараж затеннинговали аппарат Такими большими колесами Это, по-моему, у нас Так, какая же это резина? Какая же это резина? ITP Монстр, монстр Ну, ITP монстр Это 30-я резина с большими протекторами Тракторами Это для жидкой грязи Для снега, для жидкой грязи Ну, у нее реально хорошая проходимость Я сразу подумала, для песка Нет, для песка немножко такая резина идет Это именно жидкая грязь Снег, жидкая грязь Интересные гусенички, да? Интересный аппарат, да У этой техники очень высокая проходимость За счет того, что площадь данной гусеницы Заменяет 28 колес По площади В общем, примерно Если на нем будет 28 колес Это будет одинаково по езде А вот для девушки очень важна Подогрев есть? Зимой, давай снегу, по лесам Конечно, есть подогрев Ручек можно сделать Также делается подогрев сидушки Вот это самое главное? По желанию Конечно, наших девушек мы сможем обогреть с удовольствием Компания Моторчик и Твой Гараж Ждут вас к нам в гости Для тест-драйва нашей техники И для приятного общения, для консультации Ждем вас, приезжайте Всех ждем А Твой Гараж, ну, для тех, кто не расслышал Вот покажем А здесь прям снег накидан Все понятно В какую погоду ездить надо И в чем главное Сейчас я расспрошу Что за комбинезоны такие? Здравствуйте А вы не могли бы мне рассказать Про эти чудные костюмы? Эта экипировка называется Jetwear Производство Швеция Ну, по крайней мере, вот этот комбинезон Он идет для активной езды для снегохода Ну, и также использует ее для езды на сноуборде Мембрана там 20 тысяч на 20 тысяч То есть влагу не пропускает Кожа дышит Ну, в принципе, что еще сказать Хороший вариант замены FXR А можно расстегнуть, посмотреть внутри? Смотрите, тут застежка сделана Так, чтобы влага не попадала вовнутрь Подкладка тут самая минимальная Ну, такой легенький комбинезон для активной именно езды То есть когда ты едешь на снегоходе, ты потеешь Очень потеешь Правда? Неправда Тут сзади есть секретный карман Который позволяет Прекрасным дамам женского пола Хотя какие еще могут быть дамы Сходить в туалет В таких жестких условиях, как снег Как сугробы, как лес В общем, не комбинезон, а мечта Также есть к этому комбинезону В принципе, подразумевается то, что под него будет пододеваться термобелье Также представлено термобелье Это же компания Тоже джетвер, тоже швеция С тем же замечательным кармашком сзади В общем, я за судьбу наших спортсменов Спокойно Точно спокойно Особенно за девушек Я тут откопала что-то очень интересное Не пойму, что это А сейчас спрошу Здравствуйте Скажите, а что это такое? А вот мы представили тренажер для тренировки баланса и равновесия Для мотоциклистов, велосипедистов Для любых вообще экстремальных видов Очень полезно баланс и равновесие Поэтому вот тренажер, который помогает найти вот эту устойчивость Развивает вестибулярный аппарат Предлагаю вам попробовать Я подержу микрофон Мне нормально, да? На каблуках И попробуйте, давайте Понравилось вам или нет? Как ощущения? Мне понравилось, да Мне кажется, если бы я так натренировалась Особенно на каблуках То вполне экстремальный спорт Я вот так вот пришла бы и сказала Да, ребята Поможет ли мотоцикл? Ну я думаю, да Да Баланс Да, то есть я приду, скажу Я никогда на мотоциклах не ездила Но я натренировалась на этой прекрасном тренажере И теперь я могу горы свернуть Мне любой мотоцикл просто никак не страшен Приобщайтесь к мотоциклу Тренируйтесь в спортзале на фитболах На полумячиках, на всяких И вот на таких штуках Это будет очень полезно для мотоспорта Да, спасибо вам за такую полезную разработку Спасибо вам, да Всего доброго, увидимся на мотоцикле Здравствуйте, расскажите про ваш снегоход, да, я так понимаю Представляем новый снегоход 2018 год Hardcore Evo Который полностью облегченный 204 килограмма имеет вес Соответственно новый мотор свой, американский Стоит А за счет чего он облегченный? За счет новой разработки снегохода Раньше стояли от Сузуки моторы То есть, а сейчас американцы свои моторы стали выпускать Ну, то есть, именно Артикэт И за счет этого, то есть, те люди, которые катаются в горах Которые спорят, у кого легче снегоход Ну, сделали новую модельку для этого Для катания в горах Ну, надо же, какие там споры идут Я вообще не в теме Ну, бывает Так У меня тут должна своя быть стратегия Ну, давай давай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, здесь можно купить бакерскую одежду И даже есть примерочная Персонаж интересный прошел Выходили здесь и встретили, знаете кого? Леми Оба-на! Да, мы Леми практически Российского производства Продолжаем Фишку Я буду смотреть Как я смотрюсь на этом трайке Потому что по всей вероятности Мы его будем приобретать Я вас поздравляю Потому что в момент покупки Я, наверное, вас не смогу поздравить Заочно Сделать после Какую-нибудь автомобильную Ой, мото-весну Зиму, лето А, то есть вы уже приедете Со своей собственностью Мы приедем на нем И мы будем снимать уже На новом автомобиле Девушка, можете меня еще раз Можете меня арестовать? Могу Только я еще не натренированная Ты у меня первый О, посмотрите Какой красавчик стоит Легендарный Вятка Вятка-Полянский завод 1960 год Привет Привет Ребята, я проходила мимо И увидела, что я вас заинтересовала Ну, а как можно Хотите? Мне вас заинтересовать Ну, я в плане Хотите что-то интересное рассказать? Что рассказать именно? У вас пейджик такой Я думаю, что-то интересное Мне расскажете Рассказать про наши проекты Вот у нас есть проект Байкер Вики Это энциклопедия Мотоэнциклопедия Все о мото Практически любые Извините Для таких, как я Да Это теперь понятно Что вы тут стоите Не просто так Красивый мужчина Здравствуйте Я тут увидела Интересный такой экспонат У вас Вот это Что такое С каким-то топором? Это Леха Это наш охранник Вот местный Который охраняет Все это царство У нас такой В этом году Стенд Из пекла Маленький такой И поэтому Вот Леха пришел С собакой А кто родил Леху-то? Леху кто родил? Какой-то Кто такой умелый? Ну какой-то сумасшедший мужик Мы его больше не видели Он один раз привез Леху И уехал И все А что у вас там Такая надпись Найт Трейн Мотосервис Найт Трейн Мотосервис У нас сейчас Вот смотрите Образовалась такая Организация Под названием Найт Трейн Картель То есть мы Всех собрали в кучу Салон Сервис И мотель И у нас Образовался Маленький байпост Можно приехать Переночевать Отдохнуть Починиться А это там Где клуб Найт Трейн А да Это вот смотрите Это станция Дубровка Станция МСК Угрежская И между ними Находимся мы Как бы Я по секрету скажу Один из моих Любимых клубов О, спасибо Это очень приятно У нас Всегда весело Никого я обманываю Там бывает Не весело Но Моя задача Разрекламировать Поэтому как бы У нас всегда весело Приезжайте к нам Вырежем Запикайте Запикайте просто А мотоциклы Вот эти Они старые Или так Под старину Пойдемте Расскажу сразу Поближе к ним Все вопросы Которые задавали Вчера Вчера очень много Было людей Мотоциклы Не старые Это направление Редбайков Это крысы Крысы? Да, это крысы Редбайки Я там написал Это не краска Это ржавчина Здесь ничего не горит Я все видел И да, они ездят Да, на них приехали Поэтому они такие грязные И В принципе они в стиле Приезжайте в трейн Леха всегда там На входе стоит Как бы Хорошо Спасибо Всегда рады Приезжайте Скажите Что это за мотоцикл Априле Да? Да Это Априле RSV4 RR Это спортивный мотоцикл В принципе Прямой конкурент К тому же SRR Yamaha R1 CBR 1000 А, то есть крутой Очень даже Хочу сфоткаться Можно Ура Нужно Даже нужно Играет музыка Любителям татуированных тел можно прийти и набить себе тут же татуировочку очередную или первую свою. А тут, знаете, оживший персонаж из ГТА. Теперь он рисует. На продажу? Нет, просто так. А кого вы рисуете? Кто это? Это Пачука. А поподробнее? Такая девушка. Она реальная, да? Тюмизут. Очень красивая. Спасибо. Ладно, вдохновение вам, творчество. Чего творческого полета. В общем, вот такой тут креатив. Творческая жилка так и бьет ключом. О, кого я вижу. А вот, привет. И наши друзья, которые представляют Мото Джим Хану в России. Ирия, расскажи, что ты можешь сказать. Что я могу рассказать? Я могу рассказать о том, что мы делаем вообще на этой выставке. Как видите, стенд у нас находится с нашими постоянными партнерами. Компания Мото Ремонт, фабрика Экстрима, которые помогали нам организовывать соревнования в течение всего сезона. А вот, а здесь наш стендик федерации. Здесь идет трансляция, которая рассказывает про наш вид спорта, заезды японских райдеров. Это заряженный наш мотоцикл CBR600RR, специально по Джим Хану. Ну и, в общем-то, здесь мы общаемся с людьми, завлекаем в наш вид спорта. Провели награждение по результатам своего чемпионата Кубок Москвы по Мото Джим Хану G-Sport. Это какие интересные у вас кубки. Это сами разрабатывали дизайн? Да, у нас в партнерах много рукастых ребят. Компания Кольчуга изготавливает для нас специальные кастомные эксклюзивные кубки. И вот здесь кубок за третий этап. Можешь подержать, он тяжелый. Кубок за третий этап. Он, наверное, золото. Не-не-не. Здорово, ребят. Ну, желаю вам успехов. Спасибо. Давай, до скорого. Все-таки я не смогла уйти и не попробовать на этой штучке постоять. А как она, кстати, называется? По-моему, это баланс-борд называется. По-моему, это было не так страшно, как я думала. Итак, вы хотели поинтересоваться, расспросить вот про это чудо-машина? Выиграл в Питере первое место, выиграл в Москве первое место и сейчас готовится к чемпионату мира. А эта машина сама себя создавала или кто-то? Это я ее делал. Сам? Сам. С пяти лет? Долго делал? Нет, в шестнадцатом году начал, сейчас семнадцатая, она законченная. Ничего себе, а как будто так. До этого тренировался на маленьких конструкторах какой-нибудь? Мало кушал, мало спал. Ну, на лего, да, там какие-нибудь делал шедевры? Конечно, да. Сегодня не привез, конечно, из лего ничего сюда, но... А как эта штука действует? Это мотоцикл, да? Да, полноценно все работает, заводится, ездит. Я вот когда подошла, особенно вот так смотрю, в анфасу, мне показалось, что это велосипед. Ну, двигатель небольшой, следственно, он диктует масштаб мотоцикла. Ну, на маленьком двигателе зачем строить что-то большое, да? Для маленького гонщика маленький мотоцикл. Спасибо, я поражена. Тут я вижу, манекены лежат. Что-то связано с первой помощью? Да, я врач-травматолог-ортопед. Мы просвещаем людей по оказанию первой помощи, если они стали свидетелем ДТП. И обучаем основам сердечно-легочной реанимации. Вы меня научите? Покажите, как это? Всегда хотела. Хорошо. Значит, если вы стали свидетелем ДТП, первое, что вы видите какую-то критическую ситуацию, вы обеспечиваете собственную безопасность, потому что вы в сознании, вы можете обеспечить помощь. Затем вы видите пострадавших. Допустим, это мужчина и женщина средних лет. Вы определяете, что они без сознания. Прямо слушаете ухом, что они не дышат. Трогаете пульс на сонной артерии, на запястье. Понимаете, что сердцебиения нет. Таким образом, вы звоните в первую очередь в экстренную службу номер 112. Объясняйте. Мы на таком-то участке трассы. Я свидетелем ДТП. Обнаружил пострадавших. Мужчина 43 лет. Начинаю сердечно-легочную реанимацию. Вот. Затем вы приступаете к СЛР. Пройдите с той стороны. Руки смыкаются в замке и располагаются в проекции мечевидного отростка. Это место, где разветвляются ребра. Примерно. Вот здесь. Центр грудной клетки. Да. Руки смыкаются в замке и основание ладони кладется на грудную клетку. Руки должны быть прямые. Да. Руки должны быть прямые. Не сгибать. И всем весом примерно 2 раза в секунду нужно давить. 30 компрессий на 2 полноценных выдоха. Ваших. А вы можете показать мне сначала? Да, конечно. Это происходит таким образом. Вот я ставлю прямые руки. Руки в замке. И считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Затем я делаю так 30 раз. Затем два пальца кладу под подбородок. Другое ребро ладони на лоб. Чтобы запрокинуть голову. Это делается для того, чтобы, когда я дышу в человека, чтобы воздух шел не в пищевод, а в легкие. Да. И я смотрю при этом на грудную клетку другим глазом, чтобы она немножко поднималась. Значит, вы все делаете правильно. Делаете два полноценных вдоха, затем продолжаете качать. Все эти мероприятия вы делаете до приезда экстренной службы. Если человек очнулся до приезда скорой, вы осматриваете его на предмет кровотечений и переломов. Если вы видите какие-то открытые переломы или открытые рваные участки тела, то ваша задача просто закрыть это какой-то чистой тканью. Потому что больше вы сделать ничего в этом случае не можете. Если вы видите кровотечение, при артериальном кровотечении кровь будет алая и фонтаном бить. При венозном кровь будет темная и вяло вытекать. Вы накладываете жгут. Жгут накладывается всегда выше ранения. В летнее время на два часа, в зимнее на один час. Всегда самое важное это записать время наложения этого жгута для скорой помощи. Вот и все. Ну теперь я буду делать это. Прямые руки, не сгибать и делайте. А, а покорычку? Не важно, главное в процессе. И уже на 5-6 сантиметров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тридцать два, тридцать два. Сделайте тридцать. Я пока положусь, не будете дышать. Если вы в процессе реанимации человека завели ему сердце, человек очнулся, вы обеспечиваете ему в первую очередь психологическую поддержку. Говорите, не волнуйтесь, вы попали в аварию, потеряли сознание. Я очевидец, я вам помогу, мы ждем скорую помощь. Все, человек успокоился. Ну, как бы поддерживайте его жизнедеятельность до приезда экстренной службы. Спасибо большое. Очень полезная информация. Я давно хотела ее получить, на самом деле. Спасибо. Пожалуйста. Ну что ж, подошло к завершению наше пребывание на мото-выставке. Было очень полезно, интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok